В Искателе с 1 марта запущен новый внутрипоселковый маршрут номер 10. Теперь жителям и гостям населенного пункта станет удобнее добираться до микрорайона Вилладж. В один из первых рейсов отправилась и наша съемочная группа. Александра Литкова расскажет подробнее. Запуск нового маршрута жители микрорайона Вилладж ждали давно. Для родителей, чьи дети ходят в детский сад и в школу в поселке Искателей, да и всем, кто едет по делам или в поликлинику в столицу Заполярного района, добираться до места назначения стало проще. Для их удобства с 1 марта запущен новый автобусный маршрут номер 10. Очень далеко находится остановка на нефтебазе сейчас. И ребенка приходится сезон раньше отправлять, пока он дойдет от Дружбы от нашей улицы до нефтебазы. А сейчас автобус будет прямо у нас на нашей улице. И, конечно, это удобно. Удобнее добираться до остановки. Остановки по маршруту расположены на улицах Угольной, Дружбы, Тиманской, Монтажников, Губкина, переулке, Газовиков и Лаевожском проезде. Он удобен в любом случае будет для детей, которые проживают на Виладжи, потому что непосредственно с поселка прямо садиться в автобус и доезжать до поселка Искателей, конечной остановки, будет комфортно, удобно. И также обратно домой. То есть меньше пересадок, меньше движения. Перевозят пассажиров на комфортабельных микроавтобусах вместимостью 19 человек. Стоимость проезда для взрослого населения 40 рублей, детский билет 20. Для пенсионеров предусмотрен льготный проезд. Расписание маршрута также будет удобным. Рейсы выполняются с 7.25 утра до 18.45 с интервалом в 30 минут. Маршрут был введен по просьбе жителей поселка Искателей, ввиду того, что поселок Виладж немножко отдален от основного поселка, и неудобно добираться до школы, до больницы, до администрации. Этот маршрут был отконтрактован 18 февраля, где мы стали победителями и с сегодняшнего дня приступили к исполнению данного маршрута. По условиям контракта общество с ограниченной ответственностью Наринмарское автотранспортное предприятие будет перевозить пассажиров по новому маршруту до конца текущего года. С подрядной организацией заключен контракт на общую сумму порядка 3,5 миллионов рублей.